В Заринском районе курьер убил 62-летнего сторожа, которому по поручению работодателя привез продукты питания. Инцидент произошел 9 августа. По информации следствия, по дороге в пункт назначения 45-летний мужчина-курьер распивал спиртные напитки, поэтому на место прибыл в состоянии сильного алкогольного опьянения. В сторожевом вагончике он избил сторожа и сломал ему шейный отдел позвоночника. Курьер сбежал с места убийства. После содержания утверждал, что сторож уже был мертв, когда он приехал с продуктами. Однако позже все-таки признал свою вину. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Алтайская Денисова пещера вошла в подборку семи впечатляющих российских объектов по версии национального туристического портала Russia Travel. Она заняла вторую позицию сразу после пещерного крымского города. Напомню, мировую известность пещера получила из-за уникальных находок археологов. Ученые открыли здесь неизвестный ранее подвид человека – Денисовский. Нашли самое древнее украшение на земле. Кроме того, Денисова пещера – это единственный из археологических объектов страны, который признали особо ценным объектом культурного наследия. 10 тысяч человек приняли участие в ежегодном августовском педагогическом совещании в Барнауле. Основной темой для обсуждения стала трансформация системы воспитания. В заседании принял участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Самобытность нашей системы образования, которая в последние годы позволяет нам находиться в числе передовых или, по крайней мере, лидирующих регионов Российской Федерации. В этом, конечно, огромная заслуга тех, кто непосредственно каждый день выходит на работу, кто готовит планы, их реализует, руководит процессами, происходящими в столь большой и сложно выстроенной системе. Виктор Томенко также подчеркнул, что совершенствовать уровень образования в регионе помогают 10 инициатив губернатора, сформированных для его развития. В рамках обсуждения педагоги отметили необходимость рассмотрения вопросов о переходе с шестидневной учебной недели на пятидневную, повышение заработной платы работников образования и, в частности, учителей, а также тему создания отдельной платформы для безопасного общения педагогов с родителями. На совещании за заслуги в работе Виктор Томенко и председателя КЗС Александра Романенко вручили награды благодарности специалистам образовательной сферы. Мы приняли закон, который сегодня четко говорит и раскрывает статус педагогического работника Алтайского края. Тут все. Это многогранный закон, который дает и права соответствующие, и ответственность, и меры юридической защиты педагогов от самых разных факторов. Мы несли изменение в закон бесплатной юридической помощи, где педагоги сегодня получили право получать бесплатную юридическую помощь по тем факторам, которые могут в результате самых разных направлений возникать. Известно, что уже на следующей неделе губернатор примет участие в заседании Президиума Государственного Совета, которое проведет президент России Владимир Путин. На нем обсудят задачи национальных проектов системы образования всей страны. Алтайский спортсмен стал чемпионом России в гребле на байдарке-четверке. Кирилл Липунов завоевал золото на дистанции 1000 метров. Его лодка показала результат 2 минуты 59 секунд. Замечу, Кирилл представлял два региона – Москву и Алтайский край. На соревнованиях в Краснодаре также участвовал воспитанник Бурнаульской спортшколы имени Костенко Владлен Ушаков. Его квартет пришел к финишу пятым. К этому часу у меня все. Больше новостей вы сможете найти на нашем официальном сайте katun24.ru, а также в группах нашего телеканала в социальных сетях. Здесь мы представлены на всех платформах – в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграме. Присылайте свои темы и о самых интересных мы обязательно расскажем в следующих эфирах. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Меня зовут Анна Москаленко. Не переключайтесь, смотрите Katun24. Субтитры подогнал «Симон»!